Этот шкаф, начиненный проводкой и микросхемами, мозг трансформаторной подстанции. Контроллер предназначен для передачи сигналов на сервер Аздуастоя в Губкинских городских электрических сетях по радиоканалу. С помощью него оселяется все управление и состояние определять как ячеек, так и дверей входных. Инженер Александр Бубнов производит пусконаладочные работы. Приехал из Омска, оттуда же привезено и оборудование, произведенное на заводе научно-производственного объединения МИР. Сейчас завершается монтаж на трансформаторной подстанции. Она расположена рядом со строящимся бассейном в 9 микрорайоне. Новая подстанция необходима для обеспечения электроэнергии новых объектов, которые появляются в этой части города. Более того, на подстанции внедряется автоматизированная система диспетчерского управления. В случаях аварийных действий, то приходилось нашим сетям, то есть оперативному персоналу, опять же, выезжать на объект, производить работы, выяснение причины отключения. А с данной ситуацией, с автоматизированной системой диспетчерского управления, это мы уже все дистанционно видим. Которые уже без выезда оперативного персонала мы можем уже оперировать данным оборудованием, включением, отключением. На мониторе компьютера диспетчерской ГГС все 142 объекта, которые отвечают за электроснабжение города. Это и трансформаторные подстанции, и распределительные пункты. На 21 объекте уже установлена система телемеханики. Она позволяет видеть текущее состояние коммутационной аппаратуры. По протоколам события, по графику уже, которую можно на бумажном носителе распечатать, увидеть всплеск тока, напряжение, мощности, как бы вот так вот, и уже тут анализируется совместно уже. За всем следит диспетчер. Владимир Комиссаров говорит, что с помощью автоматизированной системы управления обнаружить неисправность удается быстро и точно. К тому же и аварий стало меньше. С начала года 13 случаев. Большинство из них связано с деятельностью человека. Как правило, это повреждение опоры электроосвещения техникой, которая производит снегоуборочные или земляные работы. Айгуль Ташботова, Александр Анфимов, Новости Губкинского.